Вести КамАЗа Вести КамАЗ 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 Заблокировали Конвейер нам не дали Но нашлись другие поставщики второй очереди Итальянская фирма ФИАТ И Абакар Гараевич отправился на приемку в Италию Спустя несколько месяцев запуск второй очереди Однако не стоит забывать что до запуска конвейера первые двигатели автогиганта собирались вручную Самый первый двигатель появился 4 декабря 1975 года именно на этой площадке Здесь располагались переборочные стенды еще до появления конвейера В течение полугода здесь произвели на свет 30 тысяч двигателей а после уже запустили линию На автоматизированной линии работало и подвесное оборудование Вместо погрузчиков оно перемещало детали прямо с потолка Блок загружался в начале конвейера Многие детали крупные тоже поступали по подвесным толкающим конвейерам Здесь двигатель снимался поднимался по подвесным конвейерам и на испытательной станции есть люки и они автоматически опускались туда испытывались поднимались туда и дальше шло туда Но подвесная система работы практически исчезла после масштабного пожара на движках в 93-м году Несчастье настигло завод во время разработки двигателя Евро-1 и повлекло финансовые трудности ведь требовалось бросить все силы на восстановление завода не забывая о производстве У нас в то время на заводе работало 18,5 тысяч но в смене было тысяч пять человек в ночной смене в вечерней и они все собрались у табельных и ждали пропуска Какие пропуска? Надо быстренько эвакуироваться Откуда идти? Подземный переход темный, уже темно Владимир Алексеевич вспоминает, что даже при пожаре помнили о советском правиле без документа нет человека Табельщица собирала пропуска а сам он отправился в отдел кадров спасать от огня трудовые книжки При всем этом пламя росло в ожидании пожарных работники сами поливали здание водой чтобы огонь не перебросился на АБК Утром пришли люди на работу это было страшное зрелище конечно люди приехали собрались около проходной пришлось им объяснять что ребята идите домой мы вас позовем когда будет нужно у людей были слезы люди плакали А дальше ждало многолетнее восстановление от трехэтажного здания завода остался лишь каркас второе рождение завод отметил в 1996 году с конвейера сошел первый после пожара двигатель по словам Владимира Ипполитова занимавшего в то время должность замдиректора по обеспечению восстановить завод удалось благодаря помощи страны я считаю мы его восстановили до пожарного варианта так сказать документация была все было оборудование завода двигатели пережившие пожар станки автоматические линии обрабатывающие центры восстанавливались и ремонтировались в нескольких городах России и несмотря на это до сих пор в строю и активно используются в процессах однако некоторые процессы все же переехали на другие производства страны сегодня движки как и другие заводы автогигантов все больше населяют помощники роботы теперь без современных технологий производства немыслим и на очереди запуск в массовое производство двигателя R6 современная рения с новым оборудованием позволяющие выпускать детали более высокого качества с более высокими требованиями по словам сотрудников завода базовое оборудование для нового двигателя укомплектовано и готово к работе а значит новая глава жизни завода двигателей и КамАЗа проект R6 практически воплощен в жизнь Виктория Евсеева Радик Гамеев Вести КамАЗа КамАЗовской молодежи не сидится на месте не успели выйти из корпоративного отпуска тут же отправились в соседнюю Елабугу на Спасскую ярмарку здесь познавательно-развлекательная площадка автогиганта три дня работала в особом режиме крутили гайки собирали КамАЗы и раздавали призы как реагировали на эту активность наши соседи и гости их праздника специальный репортаж из Елабуги Александр Девятьяров с интересом собирает модель грузовика казалось бы дело простое смотри на образец и соединяй детали но без определенной сноровки и подсказок КамАЗовских активистов трудно разобраться я уже собирал других только не так а по-другому но это интересно собирать сборка моделей одна из станций которые были представлены на Елабужской интерактивной площадке КамАЗа помимо нее все желающие могли попробовать свои силы на тренажере ловкости или собрать пазл стараемся вовлечь как можно больше людей детей молодежи в то чтобы показать чем занимается КамАЗ в том числе ну и конечно в год 50-летия мы не оставляем без внимания особенно крупные мероприятия такого плана как и Спаска Ярмака в том числе у ребятишек в фаворе пазлы кто постарше старается собрать модель грузовика взрослые же отдают предпочтение шуруповерту хотя нашлись и те кто решил продемонстрировать свои умения на всех станциях мы приехали из Мордовии из Саранска приехали специально на Спасскую ярмарку ребенок хотел но не взяли но для него для четырехлетки выиграла мама раскраску я думаю он будет сильно рад раскраски значки магниты получали те кто справлялся с заданием лучше и быстрее других на каждом сувенире конечно же КамАЗы на память и для общего развития здесь как бы в основном люди приезжие то есть из различных городов и мало кто знает как оказалось мы им говорим да вот тут буквально недалеко есть набережная Челны и там завод КамАЗ они смотрят так удивленно интерактивная площадка работала три дня каждый день меняя и дополняя программу это первое выездное мероприятие данного формата в следующий раз камазовские активисты планируют организовать подобную площадку 23 августа на набережной Тукая где пройдет молодежный фестиваль Екатерина Романова Дмитрий Кравченко Вести КамАЗа 10 августа в набережных Челнах с размахом отпразднуют День строителя для нашего города этот профессиональный праздник наряду с Днем машиностроителя самый любимый важный и трогательный ведь в эти дни вместе с лучшими представителями профессии мы чествуем и наших ветеранов первопроходцев которые строили город и автогигант какой подарок в этом году подготовили горожанам на КамАЗе расскажем в нашем следующем сюжете первый КамАЗ а за ним второй в час упоем на медалями каждый тридцатый в Челнах герой каждый десятый с медалями ребята из КамАЗовской литературной гостиной записывают фонограмму к очередному выступлению на этот раз не просто на большой на огромной сцене городского Майдана из 27 минут спектакля пришлось оставить только 8 подобные площадки требуют иной формы подачи материала конечно это была сложная задача когда мы попытались в 8 минутах сохранить и временной промежуток истории КамАЗа и в то же время оставить самые яркие моменты мы очень надеемся что тот кусок который мы сейчас репетируем и который мы покажем 10 августа очень понравится и будет так же тепло встречен встречен с зрителями и в первую очередь первостроителями КамАЗа которым мы и посвящаем эту работу вместе с актерами в представлении примут участие около 200 человек которые подготовили хореографическую композицию дополняющую мини-спектакль хочется выразить благодарность нашим первостроителям мои родители приехали в этот город мой дядя Шеверталов Александр строил этот город строил дороги работали они на КамАЗе я пришла работать на КамАЗе люблю КамАЗ и хочу показать и донести этому нашему молодому поколению подрастающему которое не знает как все это было как происходило хочется показать нашим первостроителям нашим пенсионерам чтобы они почувствовали то время побывали в той волне когда они сами приехали строить город но это не все подарки машиностроителей в этом году в честь юбилея автогигант решил сделать сюрприз всем первостроителям КамАЗа данное мероприятие одно из цикла мероприятий посвященных 50-летию КамАЗа творческим подарком от публичного акционерного общества КамАЗ и от генерального директора Сергея Кагогина будет приезд группы хор турецкого все гости мероприятия смогут посмотреть концерт и получить приятные эмоции начало торжества в 16 часов на городском майдане вход свободный завершающим аккордом праздника станет красочный салют Маргарита Кузьмина Радик Ганеев Вести КамАЗа такой была очередная рабочая неделя на КамАЗе а что готовит наступившая об этом расскажем 19 августа 18.00 на телеканале Челны ТВ на этом мы Марина Салдаева и Павел Никно с вами прощаемся всего доброго до свидания